здравствуйте дорогие наши слушатели зрители в эфире очередной выпуск безумные смыслы это передача про ловушки про алгоритмы мозга про наше состояние про нашу жизнь как мы ее проживаем без всяких умных слов и терминов а исходя из того что же нам нужно делать действовать и как найти себя когда мы теряемся потому что мозг еще раз повторюсь любит нам строить различные ловушки исходя из нашего опыта и опыта других как же научиться управлять этим интересным инструментом ну есть такая тема очень интересно называется выгорание выгорание может быть насколько я понимаю это профессиональным выгорает человек в личной жизни у него цели они становятся неинтересными все скучными какими-то серыми вот приходит какая-то серость в нашу жизнь вот конечно же наш постоянный эксперт и хороший друг и человек с большой буквы антон снова с нами антон привет здорово я знаешь как я сейчас я отлежу тут и загораю а поэтому глаза если я буду открывать буду щурить поэтому тоже очень классный метафор на солнышке не выгораю а загораю сейчас пользуюсь энергией внешней таки я ее принимаю и так далее и вот очень часто кстати одна из на ловушек выгорающих людей это те которые знаешь такие вырослись парадигмы я должен я должна всем докажу я всем всем докажу что я самостоятельный независимый вообще супер-пупер и вообще идеально я должен быть идеальным и это люди которые в каким-то образом они чувствуют слабость какую-то слабость а слабым быть плохо если пользуются какой-то внешним ресурсом внешней возможности что-то кого-то попросят что-то у кого-то возьмут и так далее где-то признаются своей слабости то есть всегда нужно быть неким идеальным это вот одна из припосылок на такое выгорание то есть вы горите а со стороны ничего дополнительной энергии не берем так одно из первых вот здесь вот может быть позадаешь вопросы уже мне знаешь очень интересная вещь сейчас тоже пришла в голову когда ты говоришь загораю выкарай ведь папа по факту один и тот же ресурс солнце да у тебя есть но можно выгореть когда ты переборщил с принятием этой энергии этих ресурсов и это тоже да это такая то с другая сторона жадность такая знаешь то есть навалил на себя больше чем то есть это когда это ну мы мы тоже понимаем да что ресурсы приходят когда мы берем ответственность за проблем или какие-то большие масштабные задачи то есть это тоже мы понимаем ресурсов привалит когда ты берешь ответственность за проблем и вот когда ты берешь перед передоз такой некий сверх ответственность за проблемы задачи которые ты готов решать да мы потом не справляемся с тем количеством энергии по большому счету которые в нас и идет а в нас исходит да и вот сейчас очень правильно тоже вещь сказал наш как тоже парадокс то есть люди часто не вторая история не выгорают а эти подавляют энергию это очень чаще заметить это когда ко мне на коучинг там люди прикроют антон я выгорел я больше не могу делать то что я до этого делал что-то больше как-то меня не вставляет не штырит уже хотя вроде бы надо я понимаю необходимость понимаю там да 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 вроде бы интересно а потом я так на что в какой-то момент времени за счет вопрос слушай а давай с тобой предположим что нет ли что ты чего-то закрываешь наоборот то есть ты на самом деле не даешь проявиться какой-то энергии до другой и ты не выгораешь эту всю энергию тратишь как сказать не на достижение какой-то цели а ты тратишь энергию на подавление какого-то своего нового желания понимаешь да это вторая сторона выгорания даже я бы сказал не выгорание внешне так кажется чек выгорел а по факту это трусность и слабость за то что человек просто не хочет признать и принять что есть новый источник энергии но в виде нового смысла новые цели какой-то новой задачи неважно новые проблемы а он настолько привык быть в чем-то поэтому интуитивно уже чувствует что пришло что-то новое и все остатки своей энергии тратит на чтобы закупорить дырку да вот прямо ее там уже приют а вот он всеми способами возможными старается не заметить той энергии того смысла который прорывается и вот часто очень вот люди приходящие запросам про выгорание как раз в первопричина часто в этом то есть люди и не хватает тупо энергию на существующую деятельность по той причине что вся энергия уходит на подавление какое-то новое желание неважно и так далее так далее так это вот некая такая вторая первопричина вот этого состояния выгорания как следствие на то что выгорание это не причина следствие чего то есть мы первое что разобрали это я идеальный это гордыня все самостоятельно все сделаю сам и вообще мне ничего не нужно и такая гордыня я не беру внешних ресурсов все сделаю сам усугубляется это тем что беру все больше и больше ответственность беру все больше и больше проблемы до задачи но с этими проблемами задачами так и не расширяясь точки зрения братья новые ресурсы все также я сам я сам я сам это первая история и вторая история это когда происходит не выгорание по большому счету выгорание какой-то идеи какой-то цели который уже стал мертвой лошадь на то есть мертвой лошадь даже общеизвестная такая метафора когда мы скакали скакали на лошадь тупо умерла а мы продолжаем она уже там облезла уже червяки лазит она реально умерла мы все хотим восстановить что-то тратим энергию на то что уже мертво понимая что рядом лежит скакун да молодой такой привлекает нас нет 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 я вот к этому это вот часто вторая такая проблематика выгорание но здесь как такие какие-то здесь смотри тогда что получается ну во первых ты уплыл немножко камеру вернет вот цветочки конечно красиво и все прикольно во вторых смотри какая штука тогда происходит у нас выгорание то есть выгорание получается несколько есть форматов первые выгорание как деятельности когда мы делаем деятельность все больше и больше цепляя себе новых задач но нам уже не интересно здесь ничего нам показаться и потеряться в этот момент трудно потому что мы же как как же мы будем выглядеть в глазах других здесь получается есть такой некий страх оценки да а другой страх успеха когда у нас есть идеи мы понимаем что в этих идеях мы гораздо прикольнее больше можем сделать тут вроде бы ресурсы появляются а нет у меня часто такой бывает вот я хотел бы там начать бизнес в интернете ну начни ну вот мне сейчас с работы а как от чего нет я вот пока той деятельностью буду заниматься казалось бы человек уже начинает ему даже пространство помогать реализовывать его идею что он хотел бы делать и выгорает уже идея потому что он не идет навстречу в деятельность а зарывается вот в той старой модели в которой он привык жить да 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 ты правильно сказал да то есть выгорание это как такой как будто интуитивно интуиция какая-то нам показывает что все это уже не твое а мы ищем какие-то дополнительные внутренние ресурсы для того чтобы продолжать делать то что нас уже не вставляет да уже не шли есть наш как тоже одна из таких популярных историй это когда человек переходит из мотивации должен как раз мотивацию хочу да у нас таких очень много историй в жизни то есть когда вот именно на энергии должен должен себе должен другим доказать что-то еще на ней движется а потом в какой-то момент времени когда он уже доказал он уже это делает второй раз третий раз и уже понимаешь что сама стратегия долга уже его не вставляет то есть долг как энергия перестается быть энергии то есть уже как-то уже доказал все и ставя новый а стратегия та же самая остается и в ней уже в самой не заложенной источник и человек уже приближается к другой стратегии делай что хочешь но как это а что это делать да и вот мы постепенно выгораем стратегии должен да боясь начать делать то что хочется вот соединиться с другим источником это вот как раз то о чем я вот говорю мы подавляем себе мертвая лошадь уже появилась за мы подавляем себе вот некое живое существо которое есть посмотри тогда получается что выгорание на самом деле очень интересная вещь да это не знаю как как поджечь какое-то поле с сушняком чтобы она выгорела весь этот сушняк и дало почву для за новых ростков там новой жизни чему угодно можно говорить и здесь если мы говорим про выгорание такому скажем так глубоком смысле то мы выгораем из себя то что уже где-то отжило у нас она нам не нужно получается самый важный наверное ну да мы выгораем понятие о чем ты говоришь что что страшно у нас есть страх страх оценки и страх успех или неудачи получается дальше идет страх глубина а если если еще глубже коснуться о чем ты пишешь это источник энергии которым мы будет где где которым которым мы питаемся вот себя смысла того который я на самом деле есть да потому что я хочу стать на самом деле мне пространство помогает я выгораю у меня возникают страхи определенные а если нету я возвращаюсь прошлой модели да 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 но мари мы с тобой вот как на одной модели зафиксировались должен хочу а первое о чем мы говорили человек может быть сделать то что хочет уже да но настолько находится вот в зависимости от себя как некий я идеальный и вот это внутренняя гордыня до который не позволяет и принимать новые ресурсы понимаешь да то есть грубо говоря человек растет в том что он идет к новым целям новым вершинам но с этими новыми вершинами новыми целями он не берет новой ресурс rasp 오�疵 , то есть брать ответственность за новый ресурс и это как раз проявляется в гордыни То есть я все сам, сам. Вот эта вот тема, я сам. И второе, я идеальный. Вот эти две такие вещи, они не позволяют человеку у кого-то что-то спросить, где-то там признаться в своей какой-то слабости. И это тоже как привлечение какого-то внешнего ресурса. А вот некий такой самоограниченный сосуд, и все из себя вот выжимаем, понимая, что можно воспользоваться, но нет, не буду. Понимаешь, да? Это вот другая крайность, другая природа выгорания, которая тоже встречается. То есть гордыня, и я идеальный. Я все сам. Цели растут, а вот количество ресурсов так и ограничено мною. Моим временем, моими навыками, да, и вот моей личной энергией. Не умение использовать энергию извне, да, вот для тех результатов, которые... Это уже такой навык управления энергией как таковой, да, и внешней тоже, да, и вот разрешить ей приходить в тебя, грубо говоря, и управлять ей. И там включается истинная такая власть, истинное такое управление, когда мы начинаем управлять ресурсами, которые находятся за пределами моего тела, там, моего ума и так далее. Это такая тоже часто встречаемая природа. Вопрос такой. Вот здесь, о чем ты говоришь, здесь не заложено в основе все-таки страх оценки, потому что я такой гордый, что я не хочу, чтобы меня кто-то оценивал. Ну да, 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 Илюх. Страх оценки, да, это как следствие как раз нашей гордыни. Да, вот гордыня, как тот грех, да, базовый наш, ну, один из... Да, страх оценки. И, исходя из этого, есть страх совершить ошибку. И одновременно с этим я... Мама все время хотела меня видеть идеальным, я продолжаю быть идеальным. И я верю в то, что я некий такой идеальный, все время я к этому стремлюсь, к какому-то идеальному образу, а не разрешаю себе быть таким, какой есть. То есть, да, то есть, такая совокупность многих историй. Страх оценки один из них, да. Это вот как раз по первую причину. Эффект отличника. Хорошо, тогда такой вопрос. Здесь как найти себя, вот, найти не отличника в себе, а тот вот, где я хочу быть слабым, где я могу взять ресурсы, где мне, не знаю, там, не стыдно попросить чего-то. Ну, смотри, здесь я бы, вот это слово найти себя, ты уже, наверное, знаешь, да, из-за разговора со мной, я не верю в эту фразу. Нельзя себя найти, ты есть. Да, ну, то есть, вот именно в этом-то иллюзия, когда мы начинаем себя искать. Искать какую-то деятельность, ищать себя в какой-то цели, искать себя в какой-то новой роли. То есть, нам кажется, что мы где-то там, мы всё ищем, всё находим где-то. Не надо себя находить, себя проявить, да. Вот здесь вопрос возникает, как проявить, да. Это вот в этом, вот это спокойствие, да. В спокойствие, в созерцании, да, в неком таком, ну, как это, знаешь, принятие себя здесь и сейчас. Сейчас мы таким пойдем в такие дистанциональные темы, тоже мои любимые, да. Это о том, чтобы не находиться в будущем или в прошлом, а находиться в прямом смысле слова здесь и сейчас. То, что ты вчера, ты каким-то был, и тебе нужно вернуть себя в завтра, нет. Ты прямо здесь и сейчас, ты уже есть, ты уже присутствуешь. Ну, это такая тема... Сейчас, видишь, у меня твой язык туда не идет. Трудно говорить об этом просто туда вот слова. Кручевая вещь, ты есть. Основной момент-то какой? Это понятно, да? Есть, не знаю, история бытия, история казаться. И здесь вопрос к выбору, куда ты хочешь идти. Казаться это эффект отличника и быть идеальным. Быть, это быть в тот же момент, когда тебе нужна помощь, просить о ней. На словах-то все прикольно, все классно, но часто люди тратят годы и проходят много испытаний, чтобы это почувствовать. Ну да. И? Вот я про то, как это ускорить в себе, как найти в себе силы, состояние, чтобы все время быть. Не знаю. А знаешь как, мне кажется, это действительно может быть даже и не всем нужно. Вот так, если отдаться этому вопросу. Не всем это, наверное, нужно. Кому-то и нужно быть в этом поле. Ну, знаешь как, в этой жизни нужно прожить так. Да, вот именно этот опыт получить. Поэтому я бы вот так вот, Настя, что-то такое... Сейчас прям не хочется что-то рекомендовать. Я просто понимаю, что, может быть, это и нужно. Да, и как раз и принять эту историю, что вот я сейчас проживаю казаться. И я это осознаю. То есть я осознаю, что я сейчас живу как казаться. И дальше подумать, как мне это. То есть мне это нравится, но дальше так и живу. То есть важно себя как это осознавать в этом. И не обязательно к чему-то стремиться, вот этим популярным всяким каким-то течением, доктринам, там, не знаю, концепциям. Потому что нужно обязательно быть. Может быть, нужно казаться. Хрен не знает. Так вот мы сейчас все говорим про быть, про быть. А может быть, через, там, не знаю, через 20 лет появится концепция казаться. Знаешь, как с растительным маслом. Я вот вчера посмотрел, как называется, жить здорово или что-то такое. Я помню, что всегда говорили, что растительное масло – это полезно, а сейчас стали говорить, что это жутко вредно. Да, никуда его никак не добавляйте. Вот, блин, ну, понимаешь, как это, как тесь мой говорит. Все говорит, маркетинговый ход везде. То есть у нас черное, завтра может стать белым, белое может стать черным. И вот здесь бы, я бы не цеплялся, вот это та же есть оценка. Да, если так, мы сейчас придем. То есть кто-то когда-то сказал, что правильно быть, а не казаться. Да, и мы, вот она оценка. И тебя так оценили. Ого! Ой, ё, да теперь мне надо быть. И вот если так подумать, блин, то есть мы хотим быть такими, как кто-то там что-то со стороны сказал. То есть такая мета оценка. Понимаешь, да, Чего? Ну, да. То есть на каком-то уровне? То, что нам сегодня думается, что мы находимся в состоянии быть, а если потом станем еще мудрее и более осознанными, оказывается, это было не быть, а казаться. С одной стороны. И вторая вот эта вот мысль, о том, что это тоже не наша идея. То есть сейчас вот популярная такая, да, популярная формировка, то есть вот хороший человек, тот, который быть. И все, и вот мы хотим теперь казаться вот этим быть. Мы поверили в эту концепцию, да, и также у нас этот страх оценки. То есть вот этот парадокс. Ну, я не знаю, получилось его там донести сейчас или нет? Слушай, а хорошо, а тогда возвращаясь все-таки к выгоранию. По-твоему, выгорание – это хорошо или плохо? И в чем плюс, и в чем минус? А это, наверное, и не хорошо, и не плохо, это нормально. Ну, то есть это как жизнь-смерть, да, это как вдох-выдох. То есть это нормальный этап определенный, да, у человека. Его, опять же, важно осознавать, не бояться его. И когда он наступает, узнавать его в себе, проживать его. Потому что после выгорания, да, начинается какое-то новое засеивание, наверное. Да, если там слова сейчас начать искать. То есть, наверное, это естественно. Да, это как созидание разрушения. То есть без разрушения не будет созидания. Без выгорания не будет, наверное, живого источника. Поэтому это, наверное, неправильно говорить, хорошо ли это, плохо. А важно просто себя осознавать в этом моменте времени, да, что я сейчас в выгорании. И просто знать по поводу чего, по каким причинам. И всегда знать, что после выгорания придет вот этот вот новый этап, да, какого-то проявления себя. Какого-то нового, неважно, еще какого-то. То есть вот я бы ушел из идеи хорошо-плохо. Это же опять вот наша с тобой оценка, да, ты как будто меня прям в нее сваливаешь. То есть оценить все-таки, хорошо или плохо, так или эдак. Не знаю. То есть вот как-то... Да, я прямо сейчас вот ловлю, слушай, Илюх, прямо по отношению к тебе, да, вот эта вот оценочность. Я никогда не замечал, либо она у тебя сейчас проявилась. То есть прямо говоришь из этого оценочного мышления, да, то есть вот хорошо-плохо, туда-несюда, правильно-неправильно, надо-не надо. То есть вот этот выбор, то есть выбирать между чем-то и чем-то. А когда ты находишься в принципе... По большому счету, это все-таки такое, знаешь, перекладывание ответственности. Я вот правильно-неправильно, хорошо или плохо, то есть, да, я не в себе принимаю... Да, вот, да, да. Ты, слушай, ты нашел очень круто, очень крутое нашел объяснение, почему людям действительно выгодно, например, казаться, да, потому что ответственность, ну, на каким-то внешнем общем мнении лежит, и вроде бы как, и правильно, да. А там это про тебя, это ли не про тебя, хрен отсюда, да. Правильно ли это для тебя или нет. У меня там, помнишь ты, я не помню, я когда-то осознал для себя вот эту фразу, она очень прям четко, мне кажется, сейчас покажет, про что речь. Люди, люди вокруг, они не любят правду, они любят правдоподобные истории. То есть о том, что у каждого человека своя правда. У меня есть какие-то опыты, да, жизненные, которые я проживал, я знаю, что я их проживал. И я понимаю, что если я об этом своем опыте, ну, там, в кавычках, там, привидений там видел, да, расскажу человеку, у которого не видел никогда привидений, но он не поверит в мою правду, ну, естественно, да. И поэтому надо рассказать на его, правдоподобная история, это история на его языке. Понимаешь, да, о чем речь? То есть речь о том, как сказать так. А я не знаю, к чему я это сказал, Олег, помоги мне. К чему я сейчас это сказал? Про внутреннюю правду. Про ответственность, правду, правдоподобие, общество, признание. Ну, да, да, да. И если ты чувствуешь внутреннюю правду у себя, и все, на этом можно остановиться и просто из нее жить. Да, а если хочется, чтобы твоя правда была правдоподобной, то есть ее как-то оценили другие люди, как-то ее всунуть в какое-то прокрустово ложе, да, ну, это тоже, наверное, стратегия, это тоже тактики. Может быть, это тоже правильно. В каком-то смысле слова ты начинаешь пользоваться как раз энергией других людей, да, вот, подключаясь к их оценке. Может быть, как раз и минимизирует выгорание, если вот мы сейчас об этом говорим с тобой. Да, так, хопа, тут ты только и своей правдой такой весь себя один живешь. А здесь, ну, ладно, тут подстроимся, здесь подстроимся, здесь что-то сделаем. И каждый человек тебе говорит, да, он часть энергии тебе отдал, ты взял ей, воспользовался. Вот что из этого правильно, что неправильно, хрен его знает. Хорошо, тогда опять же подзаново из эфира, ну, слушай, много интересных новых смысловых бомб поврезал, я думаю, что каждый для себя распакует как нужно. Да, и не хочется прямо рефлексировать, что-то плюемся чем-то таким незавершенным. И прямо не хочется завершать, да. А это и должно быть, мне кажется, потому что любой человек из своего состояния, да, он поймет процесс этот. Вот, давай уже тогда какое-нибудь наставление. Наставление? Ну, наверное, знаешь как, я сейчас вот, ну, то, о чем я сейчас думаю, просто хочется об этом проговорить, наверное, все больше начинаю понимать, вот то, что, знаешь, как меня даже зацепило немножко, когда ты сам начал говорил, мозг, он там создает ловушки, а я сейчас к мозгу отношусь, даже не к мозгу, не мозг сам, а сознание. То есть, мое сознание, это просто зеркало. Да, зеркало, и я сейчас стараюсь за этим зеркалом наблюдать со стороны, а это и есть, собственно, осознанность. То есть, ты не в этом зеркале, не ты отражаешь, то есть, ты что-то видишь и сразу такой, это вот, я как-то думаю, я что-то оцениваю, а ты со стороны как будто наблюдаешь, что отражает твое зеркало как сознание. То есть, грубо говоря, у нас есть там пять органов чувств, мы что-то видим, что-то слышим, что-то чувствуем, и вот просто я осознаю, что я вижу, что я слышу, что я ощущаю. И вот я сейчас, знаешь как, начинаю кайфовать вот от этого простого процесса. То есть, я просто начинаю осознавать, что я вижу в моменте времени, что я слышу, что я чувствую, что я ощущаю, прямо здесь и сейчас, в моменте. И это не дает мне возможности уплыть в какие-то вот иллюзии, какие-то представления, какие-то фантазии ума. Я начинаю как-то уплывать, я ухожу из реальности. Поэтому то, о чем я сейчас, наверное, рекомендую, наблюдайте за тем, что вы видите и просто это фиксируйте. В прямом смысле слова. Я сейчас вижу, тряпка болтается. Я все, я только это вижу. Болтается тряпка. Я вижу Илюху вот так вот сделал. Я осознаю, что я вижу, что Илюху вот так вот сделал. Я слышу птицу вон там поют. Я осознаю, что я слышу, как птица. И вот простейшая вещь какая-то глупая. Сразу задается вопрос, а зачем это сделать? Для чего это делать? Но это возможность оказаться вот в каком-то, знаешь, таком реальности. И вот если мы начали говорить про выгорание, это оказаться прям понимая, что, блин, ресурсы до хрена вокруг. То есть, когда мы находимся в какой-то иллюзии, в каком-то будущем либо в каком-то прошлом, думая о какой-то проблеме или о каком-то будущем, мы не можем воспользоваться теми ресурсами, которыми есть здесь и сейчас. А когда начинаешь наблюдать за такими маленькими вещами, ты вдруг начинаешь видеть то, что помогает тебе. Ты находишь какой-то новый ресурс, новое, не знаю, воодушевление, вдохновение, да, не знаю, новое знакомство или еще чего-то, которое позволяет тебе делать следующий шаг с наполненной какой-то энергией, также дальше продолжая наблюдать и просто фиксировать то, что ты чувствуешь, то, что ты видишь, то, что ты слышишь. Вот настолько примитивно, я вот прям сейчас вот дохожу до этой примитивности, Илюх, это в этой простоте какой-то такой прям кайф, вот прям вообще. Так что вот этой простоты я, наверное, желаю, да, просто наблюдать, видеть и фиксировать, что вы видите, слышите, чувствуете в моменте времени, и я вас уверяю, будете наполнены энергией, потому что это все отдает энергию просто. Слушай, ну получается прикольно, о чем ты говоришь, это, знаешь, такие маленькие, все гениально и просто, да, и маленькие триггеры, которые нас возвращают в реальность. В реальности выгорать же трудно, почему? Потому что те ресурсы, которые ты видишь, они тебе нужны сейчас, и ты научаешься себя находить эти ресурсы каждый момент времени. Ну и, конечно же, друзья, выгорание это один из этапов, один из процессов, которые нам необходимы для того, чтобы стать лучше. Понимаем мы это или не понимаем, ведь горит то, что уже высохло, да, оно не нужно по факту. И здесь мы сжигаем какие-то поля своей деятельности, какие-то свои, может быть, черты характера, все, что угодно. Выгорать может вообще везде. Вот, просто часто не надо поддаваться панике, а то сгоришь сам здесь, да, просто спокойно, спокойно находи маленькие триггеры и возвращайся в реальность. А в реальности будешь видеть, что горит то, что тебе не нужно. И потом стратегически уже будешь понимать, что это поле выгорит, а у меня есть новые зерна. А новые зерна будут как раз в моменте. И вы будете этими новыми зернах формировать, культивировать себя, ну, я не знаю, ежесекундно, ежеминутно, и будете меняться сами, и менять свою деятельность, и вообще все, что вас окружает, формирует другую реальность. Конечно же, побольше вам выгораний, побольше маленьких вот этих триггеров в реальности, когда вы сможете чаще себя туда осознанно возвращать. Антон, ну что, спасибо тебе за очередной прекрасный эфир. Друзья... Тебе спасибо, дорогой, тоже так хорошо, да, так. Друзья, еще пораспаковывайте в себе эти моменты, о которых мы сегодня проговаривали. Ну, конечно же, пишите нам темы, которые вам будут интересны, возможно, ваше письмо дойдет, и мы поговорим о вашей теме. Вот, всем поклон, что были с нами. Следующий эфир будет через неделю. Смотрите, нас будет много. Все, поток энергии от меня. Чудес и волшебства. Продолжение следует...